Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам о том, как в топонимике нашего города отражена память о выдающемся грузинском поэте Шота Руставели. Стоит заметить, что сведения о его биографии крайне скудны. Нет точных данных о дате рождения и смерти поэта, а также о некоторых деталях его биографии. И хотя поэт утверждал, что он меск, это не позволяет уверенно говорить о его происхождении. Обратите внимание на то, что нам точно известно о Руставели. Это тот факт, что он никогда не был в северных краях Европы и уж тем более не мог видеть наш город, потому что жил в XII веке. Достоверно известно, что Шота Руставели учился в Греции и был казнохранителем царицы Тамары. Это было время политической мощи Грузии и расцвета лирической поэзии при пышном дворе молодой царицы. Знакомый с поэмами Гомера и философией Платона, началами пиетики и риторики персидской и арабской литературы, Руставели посвятил себя литературной деятельности и написал поэму «Витязь в тигровой шкуре». На русском языке существует пять полных поэтических переводов поэмы. Среди них работы Константина Бальмонта и Николая Заболоцкого. В 1966 году решением исполкома Ленсовета от 24 сентября вновь проложенная улица в Калининском районе получила имя Руставели. Сегодня она проходит от Пискаревского проспекта до Суздальского проспекта. Если вы хотите лучше узнать творчество Шотару Руставели, то всячески рекомендую прочесть его знаменитую поэму «Витязь в тигровой шкуре». Ее издание вы найдете в любой из городских библиотек, в том числе и в Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского, где мы сейчас с вами и находимся. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций. Кроме одной, откладывайте в сторону ваши гаджеты и берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Как замечал Станислав Ежелец, поэт ловит то, что несет текущий сквозь него поток. До новых встреч!